МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Регион-12, информационная программа 12 новостей Республики. Интернет-версия на сайте www.tvregion12.ru в студии Лезуева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увеличение объемов строительства доступного жилья и создание комфортной дорожной инфраструктуры. Этими социальными задачами дополнены планы развития региона на период до 2020 года. Согласно распоряжению главы Мариэл, все новые районы комплексной застройки в обязательном порядке должны быть обеспечены комфортной и современной дорожной инфраструктурой. В частности, в Вишкороле это касается активно строящегося крупного жилого комплекса Заречья, а в Медведевском районе жилого поселка для многодетных семей. Именно эта тема стала основной на заседании правительства республики. Также в ходе заседания были рассмотрены и приняты нормативно-правовые документы по широкому кругу проблем социально-экономического развития региона. Фарид Ханафеев официально возглавил Региональное министерство экономического развития и торговли. Его кандидатуру согласовали на сессии Государственного собрания Мариэл. Впрочем, к своим обязанностям, пусть и с приставкой ИО, Фарид Ханафеев приступил еще в июне. Напомню, ранее он занимал должность аудитора региональной счетной палаты, а до этого долгое время был главой управления Федеральной налоговой службы по Мариэл. Всего в налоговых органах Фарид Ханафеев проработал более 25 лет. О том, как в сложной экономической ситуации региону удается развиваться и реализовывать социальные программы, как повысить инвестиционную привлекательность республики, об этом и не только адресованы наши вопросы напрямую министру экономического развития и торговли Мариэл Фариду Ханафееву. Фарид Фазрахманович, здравствуйте. Для начала позвольте вас поздравить с официальным вступлением в должность министра экономического развития и торговли в Республике Мариэл. Вашу кандидатуру практически единогласно поддержали депутаты Государственного собрания на минувшей сессии. И теперь вы приступаете к работе без приставки ИО. Какие первоочередные задачи вы ставите перед собой и перед блоком, который теперь курируете? Конечно, развитие экономики республики отдельно от экономики в целом Российской Федерации не просматривается. И те кризисные явления, которые сегодня присутствуют в экономике Российской Федерации в целом, они оказывают негативное влияние, в том числе и на развитие экономики республики. Приоритетным направлением развития нашей экономики в принципе нужно отнести те показатели, которые характеризуют эффективность деятельности как субъекта Российской Федерации, так и в целом характеризует уровень развития экономики. Это включает в себя очень большой объем работы, в том числе, например, привлечение потенциальных инвесторов, в первую очередь, для того, чтобы усилить экономический потенциал. Это работа с бизнес-сообществом, потому что наш субъект имеет 10 800 субъектов малого и среднего предпринимательства. И нам бы хотелось, чтобы и это сообщество более активное участие принимало в формировании ВРП. Кроме этого, конечно, у нас машиностроение, металлообработка, сельскохозяйство. Соответственно, например, сельхозтоваропроизводители, они должны твердо быть уверены, что их продукция будет реализована на прилавках, прежде всего, нашего субъекта, то есть республики. Для этого мы организовали и проводим встречи с руководителями сетей. И, соответственно, с ними, наряду с другими вопросами, рассматриваем как раз увеличение удельного веса, реализацию продукции, которая производится в нашей республике. Эта работа, она приносит определенный результат. Если у нас, например, индекс промышленного производства был 94%, сейчас 96,5%, то есть повышение. Кроме этого, объем товарооборота постоянно снижался. Теперь вот снижение прекратилось, и мы предполагаем, что эти показатели к концу этого года будут на уровне 2015 года. Хотя в целом по стране ожидается снижение. Буквально на днях депутаты городского собрания приняли ряд мер, которые должны повысить инвестиционную привлекательность Ешкаралы. А как в целом в республике Морел обстоит ситуация с привлечением инвесторов, и какие меры вы считаете наиболее эффективными? У нас ряд нормативно-правовая база создана, и ряд нормативных документов принят. В частности, предусматриваются определенные льготы по налогу на имущество, определенные льготы предусматриваются при приобретении земельных участков. Свыше 100 миллионов, например, если инвестиционный проект составляет. И ряд других льгот существует. В этом направлении системные работы, я бы сказал, проводятся и правительством, и в частности главой республики. Но после реализации этих инвестиционных проектов, полученный эффект в виде дополнительного налогооблагаемого базы или экономического потенциала, он нивелируется или снижается, что ли, так если можно выразиться, за счет отвлечения этих средств в федеральный бюджет. Вот такая система тоже существует. Учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, удается ли в полном объеме сегодня реализовывать все социальные гарантии и социальные обязательства в республике МРИЛ? Долгое время руководил федеральной структурой. Вы об этом знаете. И, конечно, я о проблемах существующих имел представление. Но я не думал, что настолько эти проблемы, они имеют такой глубокий характер. Прежде всего, я имею в виду, что, например, исполнение тех же майских указов, исполнение тех поручений, которые федеральный центр возлагает на субъекты Российской Федерации, в частности, на республику МРИЛ, они не обеспечиваются материальным сопровождением. И реализовывать все эти мероприятия крайне сложно. Крайне, я подчеркиваю, сложно. Приходится привлекать в том числе и заемные средства. И привлеченные заемные средства направлять как раз на реализацию вот этих мероприятий. Так сложилось, что ваша отставка с должности главы Управления Федеральной Налоговой Службы по МРИЛ совпала с как раз предвыборной кампанией. Чувствовали ли вы какое-то давление со стороны политических оппонентов? И насколько важно, на ваш взгляд, сегодня дифференцировать отдельно экономику и отдельно политику? Во-первых, существует такое высказывание, что политика и экономика не должны смешиваться. К моему большому сожалению, вот это влияние, оно оказывает, отрицательное влияние оказывает на развитие экономики. То есть, вообще, работая на экономику и на республику, любого субъекта, это не только касается нашей республики, команда должна быть единой. Это практически все должны работать для решения единой задачи. Что касается вот той должности, которую я занимал, основная причина, конечно, то, что я ушел, это было предложение по ротации, то есть переезду в другой субъект Российской Федерации. Но я, к сожалению, даже вот в этом моменте не могу отрицать, что не присутствовал политический момент. Я всегда был, и принцип у меня такой, я был далек от всех этих интриг, и этот принцип, он будет соблюдаться мной в дальнейшем. Но, тем не менее, вот когда, допустим, пользуясь тем, что определенная структура владеет информацией, в том числе закрытого характера, определенные лица предпринимают попытки овладеть этой информацией в целях реализации своих каких-то личных интересов, которые связаны вот как раз с политической ситуацией. Вот этого не должно быть. Это некрасиво, и это вызывает определенное чувство близливости, что ли. Фарид Федор Ахманович, спасибо вам большое за ответ и до свидания. Спасибо. Всего 17 вопросов было вынесено на рассмотрение депутатам Госсобрания Республики. Один из них касался досрочного прекращения полномочий депутата Госсобрания Мурел Сергея Казанкова. Напомню, теперь представитель КПРФ появляется депутатом Госдумы России. Впрочем, его отсутствие вряд ли как-то отразится на работе Государственного собрания, поскольку, по данным из аппарата Госсобрания, и ранее Казанков довольно часто пропускал сессии, где принимаются важные для Республики законопроекты. На прошедшей сессии был утвержден проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров Мурел на 2017 год. С учетом поправки, предложенной Комитетом по социальному развитию Государственного собрания Республики Мурел и согласованное правительством Республики Мурел законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера на 2017 год на уровне 2016 года в размере 7 967 рублей. Кроме этого, на сессии были внесены изменения в законодательные акты, касающиеся бюджетных и налоговых отношений. В частности, с 2017 года в Мурел налог на имущество физических лиц будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а не инвентаризационной, как это делается сейчас. Подробнее об этом в ближайшее время в информационной программе 12 новости Республики. В Мурел в 2016 году было зарегистрировано больше лесных пожаров, чем годом ранее. Но площадь, пройденная огнем, сократилась при этом сразу на треть – с 60 до 40 гектаров. Как отмечают в Минлесохоте Республики, сократился и нанесенный лесными пожарами ущерб с 1 миллиона в 2015 году до 500 тысяч в этом году. В 80% случаев причинами пожаров выступает человеческий фактор, то есть неосторожное обращение с огнем. Но задержать виновников удается лишь в единичных случаях. Нынче это удалось сделать лишь дважды. По решению суда на поджигатели наложен штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, они должны возместить ущерб, нанесенный арендаторам леса. А эта сумма кратно превышает сумму штрафа. В сентябре этого года в лесах Мурел отмечено нашествие людей, вооруженных ножами и корзинами. В республике с размахом проходит сезон тихой охоты. А причиной тому – хороший урожай грибов, особенно боровиков. Горожане в погоне за грибным изобилием в погожие дни массово выезжают за город. А многие жители села получили неплохую возможность подзаработать, продавая дары леса. О причинах высокой урожайности съедобных грибов и о том, как и где стоит их покупать, если выбраться в лес все-таки не хватило времени, в материале нашей съемочной группы. Экипироваться для тихой охоты – дело совсем не затратное. Резиновые сапоги, удобный нож, а также корзина или ведро – вот и все, что требуется грибнику. Еще одно обязательное условие – наличие самого объекта охоты, то есть съедобных грибов. И как раз осенью 2016-го, несмотря на засушливое лето, с урожаем все замечательно. Отъехав от Ешкарлы по Гокшайскому тракту километров за 20 – это дело 15 минут – один человек за час неспешной прогулки по лесу может набрать почти целое ведро белых грибов. Но нужно вставать пораньше. Уже в 7 утра здесь довольно много машин, а днем в выходной вероятность встретить знакомых не меньше, чем в центре города на бульваре. Ученые выдвигают гипотезу – нынешний урожай грибов связан с благоприятной погодой, но не этого, а прошлого года. Дело в том, что для развития грибницы, а грибница, она занимает очень большую массу в почве, требуется не только влага, не требуется не только определенная температура почвы, но и требуется время, как для любого живого организма. Так вот, оказывается, эта грибница получила очень мощное развитие еще в прошлом году, когда очень много было осадков. И вот благодаря большому количеству влаги в почве, в прошлый год, значит, грибница активно развивалась, а в этом году появились вот сверху эти так называемые плодовые тела грибов, которые являются органами размножения грибов, вырабатывающими споры. По сути дела, виноваты погодные условия не текущего года, а предшествующего. Для кого грибы – полезное развлечение, а для кого-то способ заработать в сезон. И заработать, кстати, неплохо. Наша ведерко белых грибов в Ёжкар-Оле можно продать рублей за 800, таким образом, приложив достаточно усилий, за один день на грибах реально заработать несколько тысяч. Уличная торговля грибами идет оживленно. Несмотря на солидные цены, спрос есть. Здесь можно купить волнушки, рыжики, грузди, боровики, причем даже привезенные из соседнего региона. А почем рыжики у вас? 600. 600 рублей за ведро? Да. А откуда? С Кировской. А кучка почем у вас? 100 рублей. 100 рублей, а ведерко? 200 рублей. Вот тебе по 250. Селок-сурок. Сурке? И сколько примерно в этом году раз ездили, сколько за сезон набрали? Можете подсчитать? Много. Ведер 10. Если вы уверены в тех грибах, которые собрали сами, есть их можно смело. Республика Морел недаром славится своей экологией. Местные съедобные грибы действительно безопасны. Об этом говорят и специалисты Роспотребнадзора. В 2016 году все пробы исследованных грибов соответствуют геническим нормативам. Не было превышений как по содержанию солей тяжелых металлов, так и по радионуклеидам. Случаев отравления как в 2015 году, так и в 2016 году на территории Республики Морел не зарегистрировано. Но вот покупать грибы с рук в Роспотребнадзоре все-таки не рекомендуют. Никто, кроме продавца, не знает, где и когда они собраны. Никаких документов, естественно, тоже нет. Именно поэтому уличные торговцы грибами не всегда рады появлению видеокамеры. Почем белые у вас? Не надо нас снимать и подходить. Ну, я просто хочу узнать цену на грибы. Я бы просто попросили постоять. То есть вы не продаете? Не продаю. Понятно, спасибо. Вот те грибы, которые растут в лесах Республики Морел, если вы их не сами собираете, а приобретаете, то их не нужно приобретать в неустановленных местах. То есть это места несанкционированных торгов, случайных, у случайных людей. Потому что есть риск приобрести недоброкачественные грибы, особенно ядовитые. Их нужно приобретать только на рынках или в магазинах. Те грибы, которые реализуются на рынках, они должны иметь акт проверки ветеринарно-санитарной лаборатории. А в магазинах при продаже грибов обязательно должен быть сопроводительный документ. Это декларация о соответствии. Опытные грибники говорят, сезон тихой охоты близится к завершению. Поэтому, если хотите полакомиться зимой вкусными и безопасными грибными заготовками, отправляйтесь в лес самостоятельно, причем в ближайшее время. Ученые прогнозируют, что нынешний небывалый урожай грибов едва ли повторится в 2017-м. Для того, чтобы грибницы снова набрали солидную массу, потребуется несколько лет. Субтитры создавал DimaTorzok. РАДОК. РЕСПУБЛИКА. 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 ПЕСНУДА. транзит усталок фестиваль тулаешь марил радио мари литературин классика жем поляло даштым лам мог уж ты кунам рубрика и шкарла что ваш кеса него аж проспекты нуждаши жем почат ряда лошадь 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 лакан коммунал пара 6 театр поганые марил что юна армия толкан веем на лэш марил очка и драмашка мандусе на машину кандара республика что на 1 диктант на ем дуал тот республик савик тиры что шок шили не пошел и штамп марил то ватланда это же пока там шарных там и и и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин